А теперь мы будем читать Священное Писание, Евангелие от Луке, 13 главу, 6 по 9 стих читаем. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике в своем посадженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я в третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, над что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окупаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. А теперь будем читать книгу пророка Исаии, 5 глава, 1 и 2 стих читаем таковые слова. Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вещене у тучной горы, и он обнес его оградую, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкупал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Помолимся. Наш Отец Небесный, во имя Христа Спасителя, приходим к Тебе, благодарим за Слово Твое, и просим, Господи, говори сердцам, которые еще не приняли Христа, чтобы они приняли Христа как своего личного Спасителя, и помоги, Господи, детям Твоим, чтобы они приносили плод. Услышь нас во имя Христа Спасителя, мы просим, аминь. Моя тема оставь ее и на этот год. Дорогие друзья! 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 И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня делающие беззаконие. Это есть те люди, которые есть только религиозные лицемеры, которые никогда не принявшие Христа, а полагали свою надежду на свою мертвую религию. Спасение не есть в религии, а спасение есть в личности, то есть Иисусе Христе. А потому Христос сказал, «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится». Иуда в своем послании писал также о людях, которые только притворились и вкрались среди верующих, о которых в четвертом стихе он пишет. Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распустству и отвергающие единого владыки Бога из Господа нашего Иисуса Христа. А в двадцатом стихе он говорит, «Таковые бывают с облазном на ваших вечерях любви. Першинство я с вами, без страха, уточняют себя, это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Все приведенные места священного писания говорят о бесплодии или о нехороших диких плодах. Дорогие друзья, религиозная форма может и по человеческому усмотрению быть и хорошая, но это бесплодная только религия. Религия без Христа, как Спасителя, не может приносить плодов. Это есть как дерево, покрытое листьями, а бесплодное. Евангелие от Матфея в двадцать первой главе говорится о Христе. «По утру же, возвращаясь в город, взалкал и увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев». Говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. «Да, бесплодие Господь наказывает». Господин виноградника сказал виноградарю, «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу». Сколько уже лет на тебя и на твой плод Бог ожидает? Вот теперь мы приближаемся к новому году. Дорогой друг, что ты сделал для славы Божьей в этом кончающемся году? Принял ли ты Иисуса Христа как своего личного Спасителя? А если ты уже несколько лет, как ты принял Христа, что ты делал для Господа? Приносил ли ты добрый плод, хороший плод, который Бог ожидает от тебя? Если ты, как израильский народ, приносил только дикие ягоды? Или, может быть, ты и не приносил никакого плода? Сколько уже лет Господь приходит к тебе и на ней находит плода? Знай, дорогой друг, что Господь считает эти лета, Он считает лета твоей жизни. Господь о смоковнице считает лета и сказал, «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу». Он сказал виноградарью, «Сруби ее!» Может быть, это твоя судьба. Господь может и тебе сказать, о тебе сказать, «Сруби его!» Над что Он и землю занимает. А если Господь оставил тебя в живых еще на этот новый, наступающий год, то знай, мой друг, что Бог не хочет смерти грешника, а Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли до познания истины. Может быть, и о тебе, как и о смоковнице, виноградар сказал господину, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Дорогой друг, может быть, и о тебе. В конце этого года и в начале нового года Христос, который сказал или скажет о тебе своему Отцу Небесному, «Оставь ее» или «Оставь его» и на этот год. Знай, Он будет ожидать плода. И в этом году, когда Он помиловал тебя и оставил тебя в живых, Он будет ожидать, чтобы ты принес плод. Что ты сделал? Что ты сделаешь для Господа в этом новом году? Знай, что может быть? Что это может быть? Только, чтобы Бог помиловал тебя на этот год, чтобы ты принес плод. А если же нет, скажет виноградар, то в следующий год срубишь его. Дорогой друг, все теперь зависит от тебя. И только от тебя, потому что Бог со Своей стороны сделал все нужное и дал тебе возможность. И на этот Новый год Он ожидает теперь плод. Что нужно делать, чтобы приносить плоды? В Евангелии от Матфея, 15 главе, Христос отвечает на этот вопрос, говоря, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы болье принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы. Если не будете во Мне, Я есть в лоза, а вы в ветве. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветвь собирают и бросают огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите и будет вам, тем прославите Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками. Дорогие друзья, так как мы уже заметили, чтобы приносить плод, необходимо пребывать в Иисусе Христе. Тот человек, который пребывает во Христе, он будет, как то дерево, посадженное при потоках вод. В первом псалме, с первого по третий стих, очень хорошо об этом говорится. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, и будет Он, как дерево посадженное при потоках вод, которые приносит плод свой во время свое, и лист которого не вьянет, и во всем, что Он не делает, успеет. А теперь, как мы уже заметили, чтобы приносить плод, это есть необходимо, чтобы пребывать в Иисусе Христе. И только тогда верующий человек будет, как это дерево, посадженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, а также, чтобы приносить много плода, как Христос говорит, то тогда нужно вести в чистоте жизнь свою. А это значит, что нужно, чтобы Господь очистил нашу духовную жизнь, как Иисус Христос сам сказал об этом, что виноградар всякую ветру, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. А также это значит, что тогда мы имеем больше возможностей трудиться на небе Господней, а больше туда, больше плодов. Так что нужно много трудиться для Господа, нужно свидетельство для тех, которые еще не спасены, которые еще не приняли Христа как личного спасителя. Нужно детей Божьих, которые приняли Христа, которые есть, как дети, что только уверовали в Христа, учить их Слово Божьего. А также нужно проповедовать Слово Божье, ту благую весть, то есть Евангелие. А Евангелие есть сила Божья для спасения всякого, кто верует. И поэтому мы должны много трудиться. когда мы возьмем пример апостола Паула, то мы видим, как он много трудился, а поэтому он имел много плода среди различных народов, среди которых он трудился, а даже он хотел иметь плод в Риме, а поэтому он и сделал план, чтобы поехать в Рим и там проповедовать Слово Божье. В послании к римлянам первой главе он говорит, не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеривался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и прочих народу. А поэтому апостол Павел пишет к филиппийцам, которые материально жертвовали на дело Божье, на миссионерский труд, который совершал апостол Павел. В послании к филиппийцам в четвертой главе он пишет, «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме вас одних, вы и Фессалонику и раз, и два посылали мне на нужды. Говорю, это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающиеся в пользу вашу». Да, дорогие друзья, согласно слову Иисуса Христа, наш плод должен быть и много плода, или больше плода, а также, как апостол Павел сказал, что он искал плода, умножающиеся в пользу тех, которые жертвовали. Дорогие друзья, приносите ли вы плод для Господа? А если вы и приносите, то какой плод вы приносите? Много ли плода? Умножается ли ваш плод? Знайте, дорогие друзья, что которые еще не приняли Христа, как вашего личного Спасителя, вы, которые не приняли еще его, что без него вы не имеете возможности приносить плод, так, как в Евангелии от Иоанна 15 главе сам Иисус Христос сказал, «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». А по этому вопросу по принесению плода также хороший совет дает апостол Петр. Во втором послании Петра в первой главе он здесь говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребные для жизни и благочестия. «Чрез познание призвавшего нас славою и благодатью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вечер из них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире распления похотю то вы прикладая к всему все старание покажите в вере вашей добродетель в добродетели рассудительность в рассудительности воздержание воздержание терпение в терпении благочестие благочестие братолюбие братолюбие любовь если это у вас есть и умножается то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа а в ком нет всего тот слеп и закрыл глаза забыл об очищении прежних грехов своих дорогие друзья виноградник который принес дикие ягоды предан на уничтожение а также и бесплодна смоковница определена на срубание хозяин сказал к виноградарю вот я третий год приходжу искать плода на этой смоковнице и не нахожу сруби ее на что она и землю занимает дорогой друг сколько уже лет к тебе Господь приходил за плодом и не нашел знает что это может быть последний год твоей жизни здесь на земле Господь может сказать сруби его и может быть так же что и тебя Господь оставил и помиловал и на этот один год жизни как хозяин бесплодную смоковницу когда виноградар просил говоря господин оставь ее и на этот плод я укопаю ее и вложу навозом не принесет ли плода если же нет то в следующий год рубишь его другой друг если Господь оставил тебя еще на этот год приноси плод а если нет то в следующий году ты будешь срубан а это тебе не шутка поэтому что наказание за грех есть смерть пусть Господь поможет вам тем которые не приняли Христа принять как вашего личного спасителя и приносите плод для славы Бога а те которые приняли Христа дорогие братья и сестры приносите плод приносите много плода пусть плод вас возрастает в пользу вашу Господь имеет награду за труд Господь имеет награду за плод который мы приносим ему а пусть Господь поможет вам а ему пусть будет слава аминь помолимся наш Отец Небесный во имя Христа Спасителя мы приходим тебе и благодарим тебя за слово твое просим говори сердцам которые еще не приняли Христа чтобы не приняли Христа как личного Спасителя услышь нас мы просим во имя Спасителя Иисуса Христа Аминь